И снова здравствуйте, друзья! Недавно на канале было видео с крашеным МДФ фасадом с J-ручкой. На этот раз у нас такая же кухня, только у нас уже фасад глянцевый и тоже присутствует J-ручка. Эта кухня будет немножко лучше, в плане того, что здесь будут уже выдвижные ящики Tandem Box Antara от Blum. И эту кухню я вам сейчас покажу. Кухня будет выглядеть вот так. Размер ее 2688х1586. Есть у нас пенал под микроволновую печь и духовой шкаф. Тут у нас в пенале будет проходить вытяжка. Это все по месту я вам буду показывать. Корпус у нас будет состоять из ДСП Эггер, белый базовый. Фасады, я уже сказал, это будет МДФ крашеный глянец. В нижней части у нас будет фрезерованная J-ручка. Верхние фасады будут без фрезеровки, то есть тут вместо ручки будет выступать ручка гола с подсветкой. Столешница будет из ДСП Эггер, дуб бордолина натуральный. Направляющие Tandem Box Antara белого цвета. Есть карго Инокса. Сушка будет также от Инокса. Ну и в принципе вроде бы все. Единственный момент, что у заказчика сделали ремонт. И полы капец какие кривые. То есть у нас перепад между одной частью и второй где-то будет порядка 15 мм. Вот можете себе представить какой перепад по высоте. Где-то в какой-то части будут ножки прям вообще на самом минимуме, а где-то накручены практически максимально. Вот, что конечно не сильно хорошо, но ничего не поделаешь. Тут уже как бы без вариантов. Ну и с краю, возле пенала добавили фальш-панель, так как есть подоконник. И нужно как бы ящику смело открываться полноценно. И чтобы и духовой шкаф тоже открывался полноценно, ничему не мешал. Также будет открытый модуль с полками. Полки будут все крашены. То есть это будет все МДФ глянец. Вот эти все части. Далее размеры. Если кто-то хочет прям внутреннее, может посмотреть. Кому интересно. Потому что зачастую вы мне пишите, спрашиваете. Какие размеры между полками. Какие размеры ящиков. В принципе на чертежах практически вся эта информация есть. Вот. Есть высота 902 мм. Есть фартук 600 мм. Там плитка выложена. Верхние корпуса у нас будут 1124 мм. Так что в принципе мы переодеваемся. Для тех кто не подписан, подписывайтесь. Кто не поставил еще лайк этому видео, ставьте лайк. И приступаем к сборке этой кухни. Ребята, в принципе не было что показывать. Кухня-то стандартно собралась. Как и все остальные собираются. Но хотел показать сами фасады. Глянцевые. Глянец офигенный просто. Можно свое отображение увидеть в нем. Четко фрезерованные. Плотно выкрашенные. Ну и ящики там Дэмбокс Антара. Понятное дело, что они очень мягенько работают. Ну и с этой кухней, что самое сложное, было. Это корпус под вытяжку. Старовезный капец. Там конечно будет не то что проблема. Просто своя сложность прокладки вентиляционной трубы. Потому и корпус такой сложный. Поэтому у нас все собираются. Осталось так ручки подрезать. В принципе. Ну а Леша заканчивает как раз нижние секции. Поэтому если конечно что-то будет еще интересно, то я вам покажу. А если нет, то мы наверное уже на монтаж. Поедем и встретимся на монтаже. Так. Приехали на монтаж. В принципе пенал тут. Ну и вся остальная кухня. Парики стены. Ну и верхние секции. Тоже. В принципе есть витяжный канал, который будет смотреть. И спинал. Приступаем. Друзья, основу кухни мы уже навесили. В принципе и выставили все. Без фасаду пока она так смотрится. Единственное, что я покажу. Это конечно углы тут жесть. Все будем закрывать обортовкой. Хотели заказчику красиво под плитку подогнать. Но все очень печально получается. У нас вытяжка, то есть вытяжной канал. Выходят тут как раз на улице. Это все будем подключать. Сейчас прятать эти трубы, зашивать это все. Ну и подключать вытяжку. В принципе продолжаем. Кухня сама по себе несложна. Просто по полу жопа. Там ноль, а тут плюс 25 миллиметров. Короче. Ну, фальш-панель поднята. Ну и закреплена. Так как тут будет посудомоечная машина. Волком прикручиваем. Спрашивайте как, как, почему мы в пол не крепим. Да потому что мало ли что в полу. Может быть коммуникации, провода соседей или что-то еще. Потому только крепим по задней стенке всегда. Ну и за счет вот этой полки все скрепляется. Более-менее все жестко держится. Продолжаем дальше. Потом уже обзор когда закончим полностью. Кухни закончили. Все сделали. Вся стала на просто идеально. Никаких проблем у нас нет. Так. Сразу же скажу, что у нас корпус. DSP Egger. Фасады крашеные. МДФ глянец. Белый. Так. Пенал. Пенал я вам показал. Там как раз енд канал зашит. Все закрыто. Тут у нас, как накрывать. Микроволновая печь установлена. Бош. И духовочка. Тоже от компании Бош. Ну и внизу сделали ящик для противней. Фурнитура. То есть выдвижные ящики. Это там дембокс-картаро белого цвета. Давайте поверхность сразу пройдемся. Вытяжка от компании Франки. Все работает. Все включается. Все дует. И антресаре. Все зашито коробом. То есть все полностью все коммуникации спрятаны. Ничего не видим. Вот. Петли Blum. Открывается на типу архаб. Внизу. Все. На доводчиках. Вот. Тут просто полки. Тут также есть угловая стекция. Можно что-то хранить. В этом корпусе у нас установлена с вышка от ENOX. Ну и вверху тоже место для хранения всяких мелочей. Вот. Подсветка. 120 диодов на метр. Цвет холодный. Профиль. По типу ручки голова. Выключается все сенсорным выключателем. Вот. Далее столешница. DSP Aker. Все любимый цвет. Тут у нас установлена посудомоечная машина Bosch. Внизу есть вырез кухни для того, чтобы полноценно открывался рассад. Корпус с мойкой установлен поддон алюминиевый. От протечек. И мойка от компании Fabiano. Ну ее можно делать. Мы такую мойку уже ставим. Ее можно делать как нижнего монтажа, так и верхнего. То есть она в принципе универсальная прослуживка. Толщина металла хорошая. Все вырезы не четко. Ну и столешница у нас под еврозапил. Подвижные ящики дали все. Тандем бокс антара белого цвета. У нижних фасадок фрезерованная AJ-ручка. Фрезеровочка четкая. Вот так вот выглядели. Правда уже ночь, но свет падает плохо. Ну и весь карго тоже в компании ENOX. Соколь у нас из МДФ крашеного. Вроде бы все. Заказчик нас еще попросил тут установить дополнительно фотки. Алексей как раз сейчас поснимает размеры. Хотя у конструктора все размеры есть. Не знаю зачем мерить. Ну ладно. В принципе кухню закончили. Не знаю, если у вас остались еще какие-то вопросы, как обычно, задавайте в комментариях. Ну и встретимся в следующем видео. Всем пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok